Доброе утро! Записываю вам сегодня эфир и оставляю, можно будет днём посмотреть. Итак, тема у нас сегодня как сексуальность деток, потому что часто считается, что дети они асексуальны, и пока до подросткового возраста дойдёт, то Мария, привет! То можно даже и не думать об этом, а хотелось бы так более глубоко именно и на уровне физиологии, и на уровне понимания родителей, воспитания, даже рассказать ваши опросы директ получила, буду по ходу отвечать. И мы для того, чтобы не пропустить никакие вот эти моменты, мы начнём с самого начала, с формирования младенца в утробе, и потом уже просто посмотрим, как он будет развиваться и что нужно родителям делать, понимать. В целом, понятно, что всё там индивидуально, даже вплоть до того, что как есть возможность там дома спать, потому что там, например, ребёнок до полутора лет, ну, важно вот, ну, бывает такое, знаете, мама с папой в постели, а ребёнок как будто бы уже заснул и спит до полутора лет, и дальше, естественно, его вот какие-то звуки его пробуждают, и он может как пугаться в этот период, поэтому до полутора лет нам важно, чтобы ребёнок не видел, не видел и не слышал плавой активности, если он там увидел или услышал, то тогда его нужно там успокоить, объяснить, что это игра, так как-то, да, чтобы там уделить ему внимание, вот, чтобы... Потому что девочки, которые... Доброе утро, Наталья, девочки, которые уже приходят потом, да, на консультации там сексолога, так, ко мне, они потом вспоминают эти моменты, что а я вот нечаянно увидела, достала, и это откладывает особый отпечаток, потому что полового акта все равно воспринимается как агрессия, и поэтому ребёнок, ну, или, как бы, ребёнок пугается, и дальше отношение к сексу у взрослого человека меняется. Так, ну что, давайте сначала начнём. Первое у нас с вами — это именно период формирования мальчика или девочек в отроби, третий или четвёртый месяц беременности, и формируется морфологический пол. То есть изначально, как бы, половые органы выглядят как вот такая вот, такая часть общая, и потом у мальчиков оно, как бы, даже больше первое похоже на вагину, поэтому иногда говорят, что мы изначально уже, как бы, человек девочки, и потом формируемся в мальчиков. Ну, на самом деле, это не суть. Так вот, получается, что вот такая вот у нас часть, у мальчиков она вот такая, как бы, срастается, и остаётся вот такой шовчик посередине, который идёт там от головки до ануса. А у девочек наоборот, как бы, она раскрывается и вот формируется в ульва. И уже вот там к пятому месяцу уже будет понятно, это мальчик или девочка. И, конечно же, если на этом периоде, в периоде именно формирования пола, опять же, мама там болела, или что-то было всё организмом, что-то было там нервничать гормонами, то, конечно, могут тогда быть нарушения вот на этом этапе, на этом формировании. И дальше уже проблемы, может быть, с определением пола и так далее. Вот, дальше, смотрите, следующий период у нас идёт именно младенчество. Это как раз от нуля до пяти лет. Мы сейчас чуть-чуть более подробно про это проговорим, так как там уже идёт вот он, младенец. Что с ним делать, будем разбираться. От рождения ребёнка до пяти лет. Здесь получается, что происходит сначала развитие такой сенсорики, потом уже само-саморазвитие, когда ребёнок уже всё изучает. Вот этот период я так немножко вам параллельно буду рассказывать про как у нас идут стадии психосексуального развития. До пяти лет у нас с вами идёт оральная стадия кормления грудью. Анальная стадия приучения к горшку и урогенитальная стадия как раз обнаружения у себя наличия или отсутствия пениса. Так вот, значит, на первой стадии именно то, как мама кормит, оно и влияет на формирование либидо. И здесь могут быть отклонения, если, например, ребёнок хочет есть, а его не кормит. То есть его кормят, например, по часам и в другое время не дают ему еду. И вот это вот ощущение такой небезопасности, что да, вот ему хочется этого отдыха, а не получается. И второй момент, если наоборот, ребёнок там только чуть-чуть, там вроде глазками там повернул, чуть-чуть что-нибудь, как-нибудь, что-то изобразил какое-то, и вот сразу кормит, не как бы не дожидаясь действительно его желание. И если на этой стадии всё хорошо прошло, то не будет никаких отклонений именно в плане сексуальности ребёнка. А если, допустим, произошла там фиксация в одну и ту же сторону, если либо недокармливали, либо перекармливали, и здесь неважно, грудью кормите или бутылочки, то потом у взрослого человека вот эта стадия будет влиять так, что будет именно такая фиксированность именно на оральной эрогенной зоне. То есть, может быть, такая... Я тут всё подбираю слова, чтобы всё было прилично. В общем, такая зацикленность именно на оральных ласках, или там на кунилингус, или вообще вот просто, знаете, люди, которые там либо ногти грызут, либо курят, либо вот зубочистка, то есть что-нибудь постоянно во рту, особенно когда человек нервничает. То это вот, значит, про вот эту оральную стадию. Вот, с ребёнком разобрались здесь, да, что мы кормим, и вот до полутора лет мы... У нас секс родительский отдельно, в отдельной комнате, даже если кажется, что ребёночек спит, и если это, допустим, одна комната, то хотя бы там ширму поставить, чтобы он там не проснулся, не посмотрел, а тут такое, значит, ну, наверное, можно, грубо говоря, насилие мамы, папы над мамой. Вот, чтобы у него вот это всё не закладывалось. К поводу кормления грудью называют 6-9 месяцев, но я, честно, не специалист по кормлению, поэтому не буду вам даже врать. В целом, вот у меня мама как раз занимается именно детьми в Альдорфской педагогике Монте-Сори центр. Да, срок кормления тоже влияет, но вот она мне называла 6-9 месяцев именно кормления. Ну, в общем, тоже слишком рано, если мы отлучаем от груди, это у нас будет человек, ну, как у ребёнка будет ощущение, что мир его бросил, и если слишком поздно, то может быть такая, как бы формироваться, такое зависимое отношение к миру, такое как раз ощущение, не знаю, материнского отношения мира к себе. Вот, поэтому вот так. После, следующее у нас, после, вот у нас ребёночек, да, после его, после орального периода у нас идёт приучение к горшку. И дальше второй у нас, второй такой блок, вторая такая зона, вот опять же казалось, как бы так, как влияет, да, там, как ребёнок там приучался на дальнейшее. Если у нас всё нормально, то вот ребёнок там потихоньку приучается к горшку, по мере того, как он может контролировать себя, да, считается, что именно на этом возрасте у нас формируется и состояние контроля, и состояние творчества, вот. И поэтому следующий у нас момент, важно тоже ребёнка не ругать, когда он ещё не может, допустим, контролировать, да, свой туалет, он ещё физически реально не может, а родители уже, вот, там, мы же тебе сказали, как ты опять не сдержался. То есть такой стыд возникает именно вот с этой частью, с этой зоной. Это один момент. А второй момент – это наоборот, когда вот, ну, слишком много внимания, конечно, и так в этот период все там поют, танцуют, и вот очень радуются, и всё правильно, но тоже без какого-то излишнего такого момента, вот. Девочки, про кормление уточню, напишу, да, потому что здесь я сказала, что в этом смысле я вам не эксперт, именно в плане вот этого, да, мы сегодня так чуть-чуть в другую тему и с другой стороны. Мне самое главное именно внимание мамы к ребёнку на этой части, потому что, как говорят, что до первого года жизни ребёнку нужна мама и любовь. Вот, и это такая самая у нас важная момента. Дальше. Следующий у нас дальше блок – это вот как раз вот на анальной стадии, мы с вами, да, говорили на других курсах, что если в этом моменте у нас, Анечка, привет, какие-то отклонения, да, что мы, опять же, ребёнка либо слишком сильно ругали, либо, наоборот, слишком там уже расслабляли, поощряли, то тогда будет ведущая регионная зона анус, и, в принципе, если вот мы встречаем взрослых людей, то чаще всего так бывает, да. Треть фиксации на ранней стадии, треть, там, фиксации на анальной стадии, да, именно, и следующее, треть, мы сейчас дойдём именно фиксации на урогенитальной стадии, когда именно важно, там, вот именно доказательство своей мужественности, и самое важное – это член вагина. Сейчас дойдём. То есть на стадии, вот мы здесь, при учении к горшку, мы имеем в виду, что нам нужно тоже быть внимательны. И следующая как раз урогенитальная стадия, как раз, которую часто пугаются родители и спрашивают там, ну, как бы, что делать. То есть, когда ребёнок обнаружит свои половые органы, вот в этом моменте, да, нам важно, часто вопрос такой задаёт, не ходить перед ребёнком без одежды, особенно там папа, потому что ребёнок начинает там сравнивать, вот как вырастет, не вырастет, вот так будет, так или не будет. Поэтому такой вопрос, да, с одной стороны, конечно, когда вот ребёнка слишком, опять же, сильно там пугают, там, сестра переодевается, всё там, закрывайся, прячься, это неправильно, но вот именно имейте в виду, что в этот период, там, с 3 до 6 лет, когда начинается, как бы, это исследование и интерес, когда там ребёнки, дети себя трогают, да, и такая детская мастурбация возникает, ну, тоже для поиска приятных ощущений, и когда, например, ребёнка мало обнимают, и у него мало вот такой телесной любви, то у него больше склонность вот именно так дополучать, ну, как физическую такую любовь, как бы вот это вот под мастурбацией, такая навязчивость становится. Если это просто такая исследовательская, да, то что делаем родители, что мы делаем? Мы, значит, не обращаем сильно внимания, не фиксируем, объясняем, что вот это очень такое личное, вот на людях вот так делать нельзя, да, вы объясняете. Дальше вы стараетесь ребёнка отвлекать, то есть не говорить «не ругай», ой, не там трогай, как ты мог, не говорить, что «да, да, давай, так классно, продолжай», а просто отвлекаться, пойдём там, поиграем чего-то, потому что когда ребёнок пойдёт в садик, да, там, не в садик, уже в школу, да, 6-7 лет, то у него это просто исследовательская такая часть пройдёт, и он будет заниматься там другими вещами, но вот здесь очень важно не заложить состояние, что «ой, да ты что, да это стыдно, да как ты там можешь», и потому что возникает запрет на думание туда, ну, как возникает здесь запрет на получение удовольствия, ну, в первую очередь, и тогда получается, что проблемы с оргазмом очень часто именно бывают от того, что человек не получает, ну, ну, вот с трёх лет, мы, не знаю, 80% мы об этом не помним, что человек, женщина или мужчина как бы запрет на получение удовольствия, но у девочек больше, потому что ещё и девочек больше ругают, да, всё-таки как-то, ну, вы знаете, что мужская сексуальность сейчас социальная, она такая более одобряемая, а женская более порицаемая, потому что больше риска. Я в Москве и работаю ещё онлайн. Если кто хочет на консультацию издалека. Вот, да, некоторые бьют по рукам, а бывает такое, что вы с нянечкой оставили, вы же не знаете, что у него там в голове, да, и няня бывает, вот у меня такие бывают, что мама застала, а там няня уже ругает у неё, там просто как-то вообще это так ужасно, как-то ты стимулируешь свой член, ребёнку там 4 года. Вот, то есть тут ещё момент такой, или бабушка, потому что, может быть, да, не мама сама, а няня или бабушка. Вот, поэтому, конечно, важно очень изучать и смотреть, и я вам, наверное, немножко книжек постараюсь там поскидывать. Конечно, не очень их читать понятно, потому что таки профессиональная литература и всё прочее. Ой, по поводу садика я помню свою тоже историю, до сих пор помню вот эту историю детского сада, хотя бы, ну, вообще, и стеснение, да, началось, ну, как раз в 5 лет, да, нормально, что, помню, мама мне надела на меня неудобные трусы, и они мне так сильно жали, и пока мы там спали, я их сняла, потому что они мне просто очень сильно резали, вот, в промежности я их просто сняла, вот, для удобства, думаешь, хоть сейчас мне будет больно, вот, а в этот момент проходили воспитатели, и вот они начинают, ну, как перестилали как-то, да, и вот она меня перестилает, видишь, значит, что я трусы сняла, и это вообще, вот этот момент, я так помню хорошо до сих пор, мне не знаю, может, было года, не знаю, наверное, вот тоже 4-5, вот, и вот это ощущение, что тебя ругали, да ещё и ругали, да ещё и как бы ты ничего не делала при этом, вот такие вот ситуации влияют потом на взрослую сексуальность, вы представляете, сколько их было, кого-то вот девочки рассказывали, ну, тоже в этот период, ещё же детские сексуальные игры возникают, да, когда там сестра с сестрой, брат с сестрой, или там старшие братья, да, они там играют, не знаю, в больничку, там, не знаю, мы играли там, что, в роды, значит, рожаемые игрушечки куколок, как по-настоящему, ну, с такого плана, да, или там, ну, просто посмотреть, ну, потому что все стремятся к тому, чтобы было приятно, да, детям приятно, вот, и это для них нормально. Опять же, напоминаю, чем больше мы деток обнимаем, да, и чем меньше у них такой вот телесной депривации, то есть такого телесного отсутствия контакта, тем меньше вот этого вот желания получать, что он более гармонично всё проходит. Вот, и бывает, что вот за эти детские сексуальные игры, прям их там перед всеми родственниками стыдят, как ты можешь, и этого прям вот полным-полно, и ещё, как ни странно, несмотря на 21 век, ещё долго и много будет, поэтому, пожалуйста, здесь внимательно, вот в этот период от 3 до 6 лет обращаем внимание на ребёнка. Здесь у нас происходит формирование как раз половых ролей, девочка-мальчик, мама, мы начинаем, девочки начинают повторять за мамой, так мне помаду, туфельки, ну, её вот, её поведение, заботливость, и папа, как раз, ну, папа, другие качества ребёнку демонстрируют, сыну, и он тоже начинает повторять. И в Европе очень такой большой, такой неправильный момент, у них есть такая история, что вы можете выбрать пол себе, да, то есть предлагают ребёнку выбрать, а пол же формируется именно от того, как относятся к детям мама и папа, да, ты девочка, там, да, ты красивая, там, ты такая заботливая, там, не знаю, там, положи, там, не знаю, поделись, поделись, ты добрая, поделись кашей с братом. И за счёт этого именно от того, что как к детям относятся и что они видят, да, у них формируется, да, я женщина, там, я девочка, я мальчик, я мужчина, и какая я женщина, девочка, какой я мальчик, мужчина. И поэтому, если в этот момент ребенку сказать, ну, или о них там позже, конечно, но не суть, если как бы вообще не обращать внимания и все, что было одинаково, как у мальчика и у девочки, то, конечно, потом будет проблема именно с половой идентичностью, да, вот кто я, мальчик или девочка. В переходном, а дальше у нас идет период, когда латентный, когда мальчики и девочки, они занимаются уже общением, и им сейчас, им не до этого, поэтому вот мы спокойно, вот новый айпад показывает мне все, что должна сделать в ближайшие дни. Так, и там скорее общение, и мы вот из сексуальной темы немножко уходим до подросткового возраста, до формирования, да, пубертатного периода, и мы помним о том, что у нас раннее сотревание, там, 11 лет, ведет потом к сильной половой конституции, а более позднее, там, 16-18 лет, к более слабой половой конституции, ни то, ни другое, ни плохо, главное научиться этим пользоваться. Так, Наталья спрашивает. На площадке мальчик и пай девочек, он с двух лет с ними играет, нормально будет дальше с девочками общение, или он как-то иначе начинает их воспринимать. Никаких проблем нет, да, что вы же не только в этом обществе находитесь, да, но и там в других тоже, поэтому просто наблюдайте, и, ну, конечно, ну, скорее всего, с девочками со двора не будут детские сексуальные игры, все-таки это обычно либо в садике, когда всех уже закрыли, и закрыли там дверь, и вот нужно показать там попу, или там кому-то, ну, пищу показать, ну, как бы соседям, или, допустим, с братом, или с сестрой, да, ну, то есть как-то там более должно быть интимно. На площадке там проблем не будет, Наталья. Дальше следующий у нас именно подростковый период. Можно, да, может быть, даже хорошо будет рассказать подростку о сексе, может быть, даже до того, как у него начнутся вопросы, потому что, когда ему начнутся вопросы к вам, ему уже все давно расскажут на улице. Поэтому важно очень здесь рассказать именно вовремя, лучше заранее, и лучше, чтобы рассказали родители, чем кто-то другой, потому что у человека должно быть ощущение, что родитель – главная фигура важная, и раз эта информация идет от родителя, значит, это нормально, да, значит, это хорошо, что, значит, с сексом, да, и с половой жизни все хорошо. Для деток называем половые органы так же, как и по латыни, пенис и вагина, и, ну, только привет, и дальше это, ну, дальше так оно и останется, все, пенис и вагина, то есть все вот с этим в порядке совершенно. По поводу именно слов, да, использования. И, опять же, да, до того, как начинают возникать вопросы, в целом очень много картинок таких детских, интересных, анатомических. Дети обычно любят очень эти картинки, да, там, ну, даже, там, 12 лет, да. Если, конечно, ребенок там, допустим, вы хотите ему рассказать, он там куда-то вообще говорит, нет, мне пока вообще неинтересно, можно не рассказать. Но, с другой стороны, если вы ему дадите эту информацию, и к моменту созревания его тела, да, он уже будет уже понимать, то это будет хорошо, ему будет очень спокойно, да, и не будет такого, что это. Вот, а вот когда уже гормоны уже играют, ну, сами вспомните, когда мы влюблены, много гормонов, можно разве себя вот адекватно вести? Наверное, нет. И поэтому, когда уже половое созревание происходит, можно более спокойно уже, более спокойно можно вести, как еще вопросы дозадать, если нужно, то есть это вообще будет уже не проблема. И у мальчика, ну, всех нужно обо всем предупредить, и о том, что будут ночные полюции, то есть первый оргазм, что, да, что это там, что-то со мной происходит, почему же это такое выливается, что это мне снится, все мы рассказываем. Ну, про менструацию тоже девочек предупреждаем, казалось бы, так, это естественно, а вот бывает, что и не рассказывают, да, и девочки пугаются, что с ними что-то не так, как так, кровь пошла из такого места. Вот, и все еще, все еще, к сожалению, это есть, но я, может быть, чаще всего работаю просто с девочками, у кого такое воспитание, слава богу, не у всех так, но тем не менее. Так, значит, мальчиков, да, уже мастурбация в переходном периоде, она очень, естественно, будет часто возникать, и, опять же, если там нужен любрикант, купите, пожалуйста, отдайте ребенку, да. Очень важно, опять же, первое видео, которое смотрит, и поэтому, если у вас есть возможность как-то обеспечить доступ к адаптивным видео, то есть все-таки, где будет не 10 человек, там, да, а все-таки, где будет мужчина-женщина более-менее в романтической обстановке, там, со всеми стадиями купулятивного цикла, там, прелюдия, там, да, завершения, то будет очень хорошо. То есть это то, что потом повлияет на будущую сексуальность ребенка, и поэтому, если он там нечаянно открыл, а там, ну, я не знаю, какая-нибудь там, не знаю, жизнь какая-нибудь там, не знаете, ну, короче, любой ролик может попасться, и у него на это сильно сникарилось возбуждение, потом вот эта, вот эта, как бы, картинка будет его в дальнейшем возбуждать. Поэтому, как бы, я считаю, что надо позаботиться вот об этих картинках, что там, об этих картинках позаботиться, посмотреть, что там будет у мамы, ой, господи, что там будет на этом видео, и лучше самостоятельно выдать вот это. Лучше с девочкой мама, с мальчиком папа поговорить, да, если разница, кто об этом говорит, мама или папа. Вот. И, то есть, у меня, знаете, в голове там все путается. В общем, чтобы мальчик понимал, что мастурбирует нормально, мы даем ему видео и рубрикант, чтобы не было никаких травм. Вот. И, естественно, рассказываем про контрацепцию тоже желательно в момент, когда вы рассказываете вообще, как, откуда берутся дети, да, и как это бывает, и чего такое, да. Ну, объяснять, что секс – это способ выражения любви, да, мама любит папу, и поэтому они потом хотят вот вместе, чтобы появился у них ребенок. Вот. Естественно, чем проще и спокойнее вы сами будете относиться, тем легче будет ребенок это воспринимать. И дальше вот такая вот ситуация. Так как мы говорим сегодня про сексуальность человека, давайте мы сейчас дальше с вами немножко, я вам договорю, что у нас дальше происходит период после подростков затревания, выбор партнера. Далее идет половая жизнь со своим постоянным партнером, да, и зрелая такая сексуальность. И дальше происходит уже старость, инволюция, то есть секс у нас, да, 55-60, у нас и до 80-70 у нас есть и будет. Он, единственное, становится меньше сексуальной активностью. Кто-то уходит в асексуальность, кто-то нет. Ну, в целом, конечно, секс и молодость я стараюсь для своих клиентов продлить этот период, потому что там гормонально, да, все это связано. Но в целом, ну, естественно, как бы половая активность там в 15, там 30, 40, 50, там 80 лет, она будет меняться, разные будут сценарии, и это все нормально, да. Мы смотрим, как меняется тело, и заботимся там о его потребностях, и вполне возможно, что в период инволюции, да, уже тоже будет больше мастурбации, так же, как у подростков. То есть такое немножко обратное развитие, и опять же, это все нормально, все очень хорошо. Так, итак, давайте подведем итоги, что важно не думать о том, что младенец не сексуален. Во время беременности вы, как мама, заботитесь о себе, не только, конечно, в период 3-4 месяца, когда формируется пол, но в этот период вы особенно заботитесь о себе. Дальше, кормление грудью, да, кормите так, чтобы и не перекармливать, да, и не, чтобы ребенок не был голодный, потому что у ребенка вот это вот отсутствие груди, ощущение такое, как страх смерти. Дальше, следующий момент. Приучение горшко, имеем в виду, что слишком ругать не надо, но и там, как бы, да, совсем вот в экстаз хватать тоже не надо, то есть такой средний путь, чтобы не формировалась там, да, там, эрогенная зона анус очень сильно и зацеплена. Следующее, ну и, кстати, все, что касается там каких-то таких жестких там фантазий тоже, БДСМ, тоже они связаны вот с этим, с периодом от 2-3-4 лет. Дальше, урогенитальный период очень-очень важен. Мы не заостряем внимание ребенка, да, что мы и не поддерживаем очень сильно, и не при этом мы, ну, то есть не говорим, что ой, как здорово, давай вот только на это обращаем внимание, нет, но при этом мы не пугаем, не стыдим и предупреждаем как-то, не то, что предупреждаем, а скорее просто сексуально воспитываем, образовываем няню, бабушку, всех, кто ребенка может застать, чтобы так не получилось. Конечно, родители самые главные, но бывает, что няня или бабушка, если ребенка часто оставляют, они также становятся важными очень фигурами. Вот, и следующий дальше период, понимать, что ребенок будет общаться, пойдет в школу, у него будет латентный период, такой скрытый, да, и там не будет ничего, до подросткового периода. Вовремя предупреждаем ребенка про, откуда берутся дети, с картинками, объяснять. У ребенка может быть, так вот так, там, в 5-6 лет интерес возникнет, да, в конце ургенитального периода, или уже там подросткового, перед подростковым возрастом. Как будет там, вы видите чего-то, когда спрашивают, да, что-то вы чувствуете, что-то вошло такое, и вовремя рассказываем, объясняем про контрацепцию, про менструацию, про полюции, ночные эякуляции, да, все объясняем. И какие-то правильные картинки, видео тоже организовываем. Вот, нам хотя бы, чтобы они первые были такие, дальше уже, ладно, уже ребенок разберется. Ну, дальше у нас, в принципе, уже мы говорим про тело сексуальности, поговорим немножко отдельно. Вот, я с вами прощаюсь на сегодня, и там жду ваших вопросов, будем на связи, будем общаться. Спасибо за внимание, пока!